Здравствуйте, это Елена. Прежде чем продолжить введение Footprint Market Delta, я быстренько отвечу еще на один очень популярный вопрос. А зачем мне это надо? Я торгую EOS и Mini Futures. Основой моей системы Price Action. Я употребляю обычные графики, мне так легче, но в своем ежедневном трейдинге я стараюсь принимать решения на базе Price Action, на базе той информации, которую генерирует рынок непосредственно сейчас. Поэтому я стараюсь не использовать индикаторы. И для принятия решения я использую данные, сгенерируемые рынком в виде рыночного профиля. Я также уточняю входы и принимаю решение о сделке с помощью Footprint. И бывают случаи, когда мне очень нужно уточнить вход и принять решение с помощью чтения ленты Time and Sales. Как вы поняли, это тот трио, который составляет основу моего трейдинга. Поэтому, так как я посвятила какое-то время, выставляя ролики о профиле рынка и даже поставила один ролик о Time and Sales, о ленте, то теперь, по очень давним просьбам огромного числа подписчиков, я стала ставить пояснение, как работают графики Footprint. Корость моя в том, что я учу за оплату. Корость моя в том, что я хочу учить людей, которые имеют представление о Price Action, хотя бы для чайников, чтобы не тратить на это драгоценное время в трейдинге. Как заявлено на главной странице YouTube, я независимый трейдер. Я не работаю на марке Delta, но с удовольствием пользуюсь их софтом Footprint, поэтому я договорилась с создателем этого софта, что я буду ставить учебные ролики, которые я посчитаю нужным и полезным перевести на русский. Он, в свою очередь, будет направлять людей с вопросами о том, как работает этот софт ко мне в будущем, когда у меня будет достаточно библиотека Footprint. Никакого обмена деньгами при этом не происходит. Я работаю в своих интересах, поставляю себе более подготовленных учеников в будущем. Он работает в своих интересах. Может быть, когда-то в будущем будет достаточно российских клиентов, которые будут желать оплатить его услуги. Итак, еще один ролик из серии о Footprint, продолжение перевода Market Delta в упрощенном виде. И сейчас мы посмотрим на то, как Market Delta классифицирует индивидуальные трейды, как она их разделяет на или агрессивные покупки, или агрессивные продажи. Это поможет нам понять график Footprint в развитии в реальном времени. И чтобы это сделать, мы должны сначала вернуться к основам понятия о свободном ценообразовании на свободном рынке. То есть самые базовые знания. Это будет включать отдельные элементы сделки, типа ордеров, и как на самом деле случается то, что сделка совершается. То, что называется Order Matching, то есть как ордера сводятся друг с другом. Market Delta использует каждый из этих элементов, которые существуют на рынке, каждый раз, как осуществляется сделка. Цена – это просто цена, по которой произошла сделка. Volume, объем – это количество акций или количество контрактов, которые было проторговано на данной конкретной сделке. Время – Time Stamp, точное время, когда произошла данная сделка. Это очень важно, чтобы связать такие элементы, как цена, объем и время в одно целое в последнем пункте этого списка. Quote – Bid and Ask – Quote. Ask – это предложение. Или, более точно, самая низкая цена, по которой продавец согласен продать. И Bid или спрос – это самая высокая цена, по которой покупатель готов купить. Все эти четыре элемента входят в так называемую Market Generated Information или являются основными составными элементами данных, поставляемых рынком, и они все оживают на экране компьютера электронного трейдера. Данные начинают поступать со спросом и предложением или бидами и аферами, и здесь нам нужно рассмотреть типы ордеров. Поэтому нам нужно обсудить механику выставления ордера на рынок и механику исполнения этого ордера. Поэтому глубокие извинения тем слушателям, которые уже знают и понимают эту кухню. Но для понимания футпринта невероятно важно понимать, как взаимосвязь рыночных и лимитных отложенных ордеров производят на свет такое чудо-график, как Footprint Market Delta, в тот момент, когда совершается реальная сделка. Лимитный ордер или отложенный ордер – это ордер, который поставлен в стороне от текущей цены. Отложенный ордер может быть поставлен в форме бида «Купить», в случае, если я хочу купить по цене ниже, чем текущая цена, или в форме «Предложение» «Продать» по более высокой цене, чем текущая, если я продавец. Оффер – это также цена, которая называется «Аск», та цена, по которой просят, чтобы купили. Когда все ордера «Купить» и ордера «Продать» собраны вместе, они компонуются в форме так называемой «Одер Бук» или «Бухгалтерская книга», книга, где ведется учет. Пример ее показан здесь на примере «Ям», «Фьюча» на «Индекс Дау», другое название – «Книги ордеров» «Depth of Market» или «Дом». И те, у кого есть дом, видят точно такую же информацию. Здесь колонка всех совокупных ордеров на разных ценовых уровнях. Ордера «Купить» по цене, что ниже рыночных, и все совокупные ордера «Продать» по цене, что выше рыночных. Еще одно название таким ордерам «Resting Orders» – «Ждущие ордера». Сейчас нам главное не перепутать ту информацию, которую вы видите на доме, с информацией, которая показывает вам сделанные сделки, которые прошли по беду или по ОСКО. Чуть позже мы посмотрим на разницу. «Market Depth» окошко, которое вы сейчас видите – это типичный способ отображения информации о тех ордерах, которые ждут своего часа. Итак, здесь мы видим спрос и предложение, отложенные ордера по разным ценам, но совершенные сделки мы здесь не видим. Если бы мы это наблюдали в реальном времени, то вот это мы бы и видели, ничего бы не происходило, за исключением, если вдруг какой-то ордер был отменен, или кто-то его изменил. Общее количество контрактов тоже изменилось. Если рынок находится в таком состоянии, что с каждой стороны есть покупатель и продавец, но все настаивают на своей собственной цене, то рынок был бы статичным, абсолютно ничего бы не происходило, торговля бы замерла. Следующий тип ордера – «Market Order» или «Рыночный ордер». Это то, что участник рынка хочет прямо сейчас по любой цене, так как «Market Order» – это приказ на исполнение, то, когда кто-то хочет совершать сделку, эта сделка произойдет по лучшей цене, которая в данный момент заявлена в книге ордеров. Это тот момент, когда торговец на рынке говорит буквально следующее – «А мне все равно какая цена? Я хочу этот товар, и я хочу его сейчас». Цена вторична. Главное – войти на рынок. И естественно, что такой торговец, который выставляет рыночный ордер, ведет себя иначе, чем тот торговец, что ставит свой ордер заранее по той цене, которую ему кажутся справедливой. Time and sales – не путать со стаканом, лента, тейп – все трейды, которые происходят прямо сейчас, в реальном времени. Если вы посмотрите на название колонок, вы увидите, что вся информация, поставляемая рынком, присутствует в названии этих колонок. Время, цена, по которой произошла последняя сделка, объем этой сделки. И на данный момент, когда эта сделка произошла, какой был бид и какой был аск, цвет обычно указывает, как произошла эта сделка – по биду или по аску. В данном случае 869, и это означает только то, что кто-то продал по рыночной цене один контракт, ордер был рыночный ордер. И для понимания всей этой кухни, которая называется price action, всегда надо понимать, что кто-то купил, что эта продажа осуществилась только потому, что в книге ордеров был хотя бы один контракт, который хотели купить по этой цене. Здесь рыночный ордер продавца был сведен с лимитным или отложенным ордером покупателя. Этот пример демонстрирует, что это рыночные ордера, которые двигают рынком. Таким образом, мы начинаем понимать, как Market Delta ставит на каждую сделку свой лейбл, будь то агрессивный покупатель или агрессивный продавец. И если кто-то тут же имеет вопрос о стопах, о стоп-ордерах, то это очень просто. Как только стоп-ордер запускается, как только цена касается цены стоп-ордера, этот стоп-ордер становится Market Order, рыночным ордером. Это была Елена. Пока. Bye.